Шукшинских дней не будет впервые. Главная причина всем известна – строгий запрет на массовое скопление людей. Уйдите совсем! Совсем уйдите! Это решение логично вытекает из нашей реальности. Рассматривались различные подходы к этой теме, но это самый масштабный наш фестиваль. Главная особенность, которая заключается в том, что приезжает огромное количество гостей, участвует большое количество людей. И, безусловно, проведение такого масштабного мероприятия не представляется возможным этим летом. Также отменены краевые дельфийские игры, литературный фестиваль Роберта Рождественского и молодое, но, по словам министра, уже полюбившееся многим событие – международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение». Скульпторы пытаются, как могут, восполнить выпавшие из календаря фестивали и встречи с поклонниками творчества. А что? Эх, где наша не пропадала? По словам Сергея Мозгового, скульпторы по дереву организуют себе онлайн-фестивали, где состязаются еще и в скорости. В интернете, в режиме онлайн, там провести конкурсы, когда одновременно в нескольких разных странах, на разных территориях, люди делают, практически одно и то же делают. То есть, в течение получаса бензопилой или электропилой, цветной пилой выполняют какую-то скульптуру. Постоянно поддерживают форму, к примеру, и оркестры. Музыканты тоже на самоизоляции и ждут, когда им позволят выступать. На сегодняшний день распоряжения о том, что мы можем приступить к репетициям, у нас нет. Но, в принципе, все музыканты, находясь на самоизоляции, занимаются самоподготовкой, поэтому, если нам разрешат, например, завтра уже репетировать, то какую-то новую программу, я думаю, мы быстро можем за неделю подготовить. По словам Елены Безруковой, в отмене мероприятий есть еще один плюс. Это сэкономленные средства бюджета, которые можно, например, направить на медицину. Другими словами, можно сказать, что наши зрители, любители наших мероприятий, можно сказать, что свой бюджетный рубль, как новый платильщик, отдают с проведения массовых мероприятий на здравоохранение. А возвращаться из режима экономии культура будет, как и все остальные отрасли, поэтапно. Сначала библиотеки и театры вернутся к работе без очного приема посетителей. Потом начнут принимать по одному, конечно, при соблюдении всех санитарных требований. И только потом возврат к массовым мероприятиям. Это затянется. И, возможно, полноценная культурная жизнь расцветет только осенью. Праздник нужен душе. Праздник. Я его долго жду. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком.